всем привет друзья мои мира вам и крепкого здоровья сегодня у меня пончики баурсаки пышки как удобно так и называйте это удивительно вкусные пончики составе творог кефир пончики получаются очень вкусными посмотрите мягкими удивительными обязательно готовьте поехали давайте приступим друзья мои продукты должны быть комнатной температуры на столе у меня стоят 20 минут вот здесь у меня 200 грамм творога у меня зернистый творог и я его протерла через сито а можно вот так аккуратно и тщательно размять вилочкой к творогу добавляю одно яйцо 60 грамм сахарного песка это 3 без верха столовые ложки сахарного песка можно добавить и меньше все зависит от вашего желания размешаю размешиваем чтобы яйцо разбилось добавляю 200 миллилитров кефира 20 грамм растительного масла растительное масло можно заменить сливочным растопите также 20 грамм добавляю 3 грамма соды и 3 грамма соли тесто с творогом тяжелое тесто поэтому один разрыхлитель может и не справиться для этого добавляю соду немного размешаю чтобы сахар растворился полностью вот здесь у меня 350 грамм муки сейчас побольше наберу добавлю разрыхлитель для теста здесь 10 грамм вот так перемешаю в муке и начну замешивать тесто вот сейчас я повымешиваю чтобы тесто стало однородным присыплю столешницу мукой и на столе буду домешивать тесто соберу его в один комочек вот такое очень мягкое тесто получается муки осталось грамм 15 а поэтому берите 350 грамм муки оставляйте столовую ложку без верха и мы с помощью этой муки будем формировать наши пышки такое тесто не должно лежать из него сейчас я сразу будут формировать пышки и печь тесто много работаем с мукой тесто прилипает к рукам видите присыпаем убираю в сторонку а с этим будем работать подсыпая немного муки раскатываю в пласт толщиной один сантиметр вот такой толщины и выдавливаем я сделаю несколько штук пончиками с дырочкой выкладывать надо на присыпанной мукой столешницу и вот такой вырубкой я делаю серединку этим и отдельно обжарим раскатываем вторую половинку и сделаю вот такой вырубкой и раскатываем остатки теста сделаю ромбики как видите получается достаточно большая порция и сделаем вот такие колобки идем обжаривать друзья мои сковородку наливаем достаточное количество растительного масла растительного масла должно быть не меньше одного сантиметра тогда пончики будут красивые румяные со всех сторон и разогреваем на среднем огне в течение полутора минут если вы сразу раскалите масло то пончики у вас сгорят а внутри будут сырыми бросаю для проверки кусочек теста как только он начнет подрумяниваться масло готово подготовьте блюдо застелите бумажными полотенцами в несколько слоев лишний жир будет сходить вот посмотрите тесто зарумянилось а значит масло готово выкладываем пончики в масло выкладывайте так чтобы между ними было расстояние при выпекании они естественно увеличатся в размере обжаривайте на огне ниже среднего пончики можно переворачивать два и три раза если вам показалось что они недостаточно зарумянились можете перевернуть вот такие пончики получаются какой формы вы будете их делать на ваше желание когда достаточное количество масла то пончики получаются красивыми со всех сторон а если масла будет мало то вот здесь на пончиках посередине будет некрасивая белая полоса сейчас я оставшиеся допеку и покажу какие они внутри а вы друзья не забывайте подписываться на наш с петровичем канал пока пока